У нас сегодня проводится турнир нашего клуба «Чайка», турнир по шахматам нашего кружка «Беловладяк клуба «Чайка». Кружок у нас существует очень давно, дети регулярно занимаются, кто-то чуть больше, кто-то чуть меньше. Ну вот мы решили провести пока очередной осмотр, потому что много новеньких в этом году, посмотреть состояние ли они уже, так сказать, сеть за доску, все более серьезно сыграть в турнире. Играют маленькие дети, начиная от 2009 года и заканчивая 2009 до 2005 года. Многие, конечно, в первый раз играют, есть, конечно, более опытные, а кто-то играет в первый раз. Ну, пока они только начали играть, поэтому конкретно еще ничего не могу сказать. Конечно, у нас есть уже свои какие-то лидеры, кто у нас уже в городских соревнованиях играли. Вот, поэтому кому-то попроще, кому-то посложнее. Кто-то вообще первый раз буквально сел за доску в плане того, что в турнире именно сыграть, они даже не совсем понимают, что это такое. Хотя бы сегодня познакомились с минимальными правилами. Ну, я начала в 5 лет где-то. Я недавно переехала и теперь тут играю, и там играла. Меня научил папа играть. Я с радостью играю в шахматы. Я с братом хожу. Я с ним играю дома, научил тоже. Мы с ним играем, тренируемся дома. Мы регулярно с ними занимаемся, потому что мы смотрим и многие эншпильные позиции, потому что, чтобы они научились хорошо заканчивать партию, ставить мат, потому что именно к этому сводится вся шахматная игра. В начале тоже в дебюте что-то смотрим, но шахматы очень обширная игра. Там знаний нужно иметь очень много, и за месяц, за два их не подчеркнешь. Я сама больше 50 лет играю в шахматы, и я знаю, что это такое. Начав в 4,5, до сих пор я еще не знаю далеко. Очень многого, чего я не знаю, и вряд ли я до конца когда-либо узнаю. Потому что в шахматах такие большие возможности, что это просто нереально. Даже чемпионы мира, которые сейчас играют, вот идет матч на первенство мира между Карлсоном и Карякиным, даже они, естественно, да, у них знания большие, но все равно они не знают всей дебютной теории, потому что они играют в какие-то определенные дебюты, поэтому там они, допустим, знатоки. А если он не играет в какой-то другой дебют, то, значит, ну, поверхностно он, конечно, что-то знает, но чтобы досконально, то нет, конечно, да. А перспективы у ребят, какие-то соревнования впереди? Ну, пока конкретно не могу ничего сказать, потому что городские уже прошли. У нас сейчас вот ребята уехали на первенство ЮФО, в сентябре срочно пришлось провести первенство города, которое проводилось каждый год, ну, последние годы, в ноябре месяце, потому что нас же присоединили летом к Южному федеральному округу, и у нас изменилась формула проведения, и мы вместо ноября первенство города очень быстро провели в сентябре. И те, кто попали, дети, они поехали в Сочи на первенство ЮФО. Вот оно сейчас заканчивается, буквально сегодня будет последний тур. Ну, ребята сыграли так, в общем-то, городские, ну, те, которые из городских отобрались, они сыграли средние, скажем. Не очень плохо, но в чемпионат России не попали. То есть там отбор на первенство России шел, но мест дают мало, конечно, а играют из восьми регионов, играли, ну, отбор проводится среди восьми регионов. Играют большие, там, допустим, играет целая Калныкия, там, Волгоград, это вот те регионы, Ростов, которые входят в ЮФО. Поэтому, конечно, Севастополь не такой большой город, но звезды могут быть, конечно, хотя бы и в селе даже. Это дело такое, в шахматы можно играть где угодно. Поэтому тот же Корякин, наш земляк, поэтому все может быть. Меня научил папа пять лет играть в шахматах. Я до сих пор занимаюсь, мне сейчас девять лет. У нас не слишком много было времени на то, чтобы готовиться, потому что, я же говорю, некоторые дети первый год занимаются, поэтому кто-то чуть лучше, кто-то чуть больше, кто-то чуть меньше играет в шахматы. Кто-то пришел уже наученный дома кем-то, бабушка или дедушка, или там папа с мамой. Поэтому, ну, детям понравилось. Они сегодня очень активно участвовали в расстановке столов, стульев, шахмат. И всей подготовительной работой очень быстро помогли, все поставили и ждали спокойно, сидели, даже не сильно шумели, пока мы, так сказать, организовались, чтобы начать. Я являюсь педагогом-организатором Дюк-Чайка. Сегодня у нас проходит шахматный турнир. Очень рад, что у нас работают ценнейшие педагоги города, в этом числе, конечно же, тренер заслуженный Ручьева Наталья Михайловна. Она является чемпионом России в 2016 году, первенству по женским шахматам. Очень рады, что она у нас преподает уже не первый год, подготавливает очень сильных детей. В шахматных турнирах участвует и в городских, и в местном значении шахматных турнирах. Ребята побеждают, очень с большой радостью идут на занятия, занимаются шахматными, не теряются, приходят и занимаются. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова